5 правил, которые должны знать пары, стремящиеся к счастью. Обязательно досмотрите это видео до конца, потому что все, о чем я сегодня буду говорить, конечно же, применяется счастливыми парами в отношениях. Если вы не будете применять данных правил, ваши отношения, ну мягко скажем, будут катиться куда-то в неизвестность. Поэтому берите ручку-карандаш, записывайте, обязательно делайте для себя очень правильные выводы. Первое, с чего я хочу начать, очень классное правило. Невротики в отношениях работают друг над другом, зрелые психологические личности работают над собой. О чем идет речь? Я в своей практике очень часто сталкиваюсь с ситуациями, когда большая часть, в основном это женщины, конечно, пишут мне о том, что Марк, вот мой муж такой-сякой, а он бухает, а он не хочет работать, а он не обеспечивает семью, а он где-то шляется, он маменькин сынок. И вот начинают перечислять все возможные проблемы, из-за которых якобы эта женщина не может стать счастливой. И, безусловно, во главу угла ставится задача изменить партнера для того, чтобы в отношениях все было хорошо. И женщины сливают такое количество энергии на попытки переделать мужчину, что не замечают того, что эту энергию они могли потратить на себя, для того, чтобы улучшить свои какие-то личностные качества, развить в себе масштаб личности, какие-то увлечения, развитие, тот же бизнес, карьерный рост, спорт, творчество, духовность. Вот, в принципе, куда мы не посмотрим, женщина эту энергию может, конечно же, направлять на себя. Почему это и невыгодно даже с психологической точки зрения? Дело в том, что очень многими людьми в семейных отношениях используются деструктивные приемы привлечения к себе внимания. Вот давайте вспомним маленьких деток. Когда детки хорошо себя ведут, они не балуются, играют тихонько в комнате, взрослые туда даже и не заглядывают. Стоит только чему-то загреметь, что-то упалось, разбилось, либо в комнате поднимается какой-то сумасшедший крик, мама и папа тут же залетают туда и начинают контактировать с ребенком. Ребенок здоровый, его никто не замечает. Он бегает, занимается своими делами, может быть, и получит от родителей какую-то дозу небольшого внимания, там по попке похлопали, по голове погладили, но стоит ребенку заболеть, как тут же пристально мама и папа начинают одаривать ребенка и нежностью, и заботой, и вниманием, и лаской, и пироженку, и мультфильм, и поцелуют, и обнимут. И вот такая бессознательная привычка сформировалась у достаточно большого количества людей, и уже будучи взрослыми, мы сами того не понимаем, через различные формы деструктивного поведения привлекаем к себе внимание. По сути, партнеру, которого вы пытаетесь исправить, становится невыгодно изменять себя, потому что если он изменит в себе какое-то качество, поменяет свой характер, какие-то поступки и действия, вас это перестанет беспокоить, и вы, естественно, утратите заинтересованность в партнере. Поэтому того, кого вы пытаетесь исправить, не нужно исправлять, потому что в этом он обязательно найдет для себя вторичную выгоду. Следующий очень важный момент – это классное правило, которое должна запомнить каждая женщина, и, в принципе, каждый мужчина. Не перекладывайте ответственность за собственное счастье на своего партнера. И, с одной стороны, это может восприниматься немножко диковато, потому что, как это так, мы же приходим в отношения для того, чтобы делать друг друга счастливыми. Но, как показывает практика, женщина, которая не смогла стать счастливой в отношениях с собой, постоянно будет находиться в тревожности, пытаясь переложить ответственность на счастье на своего мужчину, на партнера. Вот я не могу быть счастливой, потому что ты ведешь себя неправильно. Либо не так разговариваешь, не так проявляешься, не так заботишься, не так проявляешь по отношению ко мне нежности чувства. И, в принципе, женщина, находясь в таких отношениях, просто-напросто останавливается в своем развитии. То, о чем мы с вами говорили в первом пункте, откатывается назад, пытается исправить партнера. И здесь очень классная рекомендация для каждой из вас. Ваша задача создать для себя определенную инструкцию, через которую вы делаете себя счастливой, где вы проявляете по отношению к себе любовь, заботу, внимание. И, безусловно, это становится достаточно питательной базой для того, чтобы вы не чувствовали себя неполноценной. Конечно, здесь ситуация очень непредсказуемая. Может быть так, что когда вы начнете делать себя счастливой и будете постепенно, развиваясь, достигать состояния той же психологической зрелости, ваш партнер может стать вам неинтересен. То есть вы утратите заинтересованность в мужчине и просто-напросто разбежитесь в конечном итоге. Таких ситуаций достаточно много. Бывает обратное. Когда вы начинаете заниматься собой, формируется определенная дистанция. Причем эта дистанция не манипулятивная, не через шантаж, не через какие-то невротические стратегии. Вы просто уходите в развитие себя как личности. И вот эту дистанцию партнер, естественно, может воспринимать критично. И наоборот, пойти на сближение с вами, тоже работая над собой, и отношения будут улучшаться. Но и в том, и в другом случае, безусловно, не нужно ориентироваться на мужчину. Как он себя поведет, что он будет думать. Дело в том, что так часто случается, когда партнеры знакомятся, начинают отношения, даже создают семью, появляются дети. И уже в процессе взаимоотношений выясняется, что масштаб личности одного человека гораздо более объемен, нежели масштаб личности другого. Интеллектуальное развитие разное, интересы абсолютно разные, ценности. И, казалось бы, мы вместе, нас многое может объединять, там и постель, и кухня, и дети, какие-то бытовые вопросы, и финансы, и недвижимость. Но мы как будто бы два разных человека. Почему очень часто женщина перекладывает ответственность за собственное счастье на мужчину? Здесь, конечно, можно говорить о незрелой психологической личности. Дело в том, что мы редко задумываемся над тем, какая часть психики у нас является доминирующей. Это может быть психологически незрелая часть в виде такого адаптивного ребенка, когда вы не чувствуете себя полноценной, без включенности партнера в вашу жизнь. То есть вы невротически нуждаетесь в том, чтобы вам оказывалось повышенное внимание, чтобы с вами проводили постоянно время. Вы себя чувствуете недолюбленной, недооцененной, ненужной, отвергнутой, брошенной. И, безусловно, это может все проявляться либо из позиции такого страдания, когда вы в постоянном переживании и тревожности, либо это может проявляться через бунтующую часть, когда вы показываете мужчине свой характер, капризничаете, скандалите с ним. Либо это вообще может быть ситуация, когда, например, женщина находится в такой доминирующей властной позиции, когда она, наоборот, воспринимает своего мужчину как ребенка, то есть считая, что он все делает неправильно, и вот эти попытки исправить его становятся для нее чуть ли не ориентиром в отношениях. О чем идет речь? Речь идет о том, что свою психику необходимо диагностировать. То есть те когнитивные процессы, мыслительные процессы, убеждения, их нужно постоянно подвергать анализу. Самостоятельно это сделать очень сложно, потому что хотим мы этого или нет, но самокритичность, она достаточно притупляется человеком, когда мы пытаемся обнаружить в себе определенные недостатки. То есть логически мы можем считать, что правота и правда вообще на нашей стороне. Но когда это происходит под наблюдением, например, специалиста, он может очень легко и быстро определить, какая часть психики у вас является доминирующей. И если, не дай бог, это незрелая часть психики, говорить о счастливых отношениях мы с вами, к сожалению, не можем. А теперь представьте, если это два партнера незрелых. Допустим, женщина находится в адаптивной детской позиции, а мужчина в доминирующей родительской позиции. Либо наоборот. Либо и мужчина в детской позиции, и женщина в детской. Либо и мужчина в родительской, и женщина в родительской. Это катастрофа. Или бывают такие ситуации, когда, например, партнер находится в психологически зрелом состоянии, а рядом находится незрелая личность. Эти отношения тоже обречены. Потому что психологически зрелый человек не будет тратить свои силы, время, энергию, и, в принципе, свою жизнь на то, чтобы кого-то изменить и исправить. Возможно, такие попытки будут, но они очень быстро прекратятся, и отношения просто-напросто закончатся. Поэтому, если вы хотите обезопасить себя, сделать своего рода психологическую прививку, я, конечно, приглашаю вас на свою бесплатную диагностическую программу. Я такая одна, удобная или уникальная. Программа длится 5 дней. И на протяжении 5 дней мы диагностируем вашу самооценку, сексуальность, женственность, когнитивные процессы, психологическую зрелость, отношения с родителями, личные границы, ваше положение в треугольнике Карпмана, в какой ролевой установке вы находитесь, как ваша доминирующая часть психики создает сценарий, и можно даже прямо сказать, судьбу вашей жизни. Когда вы наглядно все это видите, безусловно, у многих участниц данной программы начинают волосы шевелиться на голове от того, что они осознают, насколько деструктивно и неэффективно они взаимодействовали и с собой, и с партнером на протяжении многих лет. Поэтому переходите по ссылке под этим видео сразу после просмотра ролика. И из любой точки мира, где бы вы ни находились, вы можете принимать участие абсолютно бесплатно. Следующий очень важный момент. Не ограничивайте личное пространство друг друга. Дело в том, что если мы смотрим на институт семьи, посмотрим на него с позиции последних 100 лет, то да, действительно, можно сказать, что большую часть времени люди находятся друг с другом вместе. А если посмотрим на историю человечества, то никогда мужчина и женщина не проводили столько времени вместе, сколько в современное время. Генетически, психологически, ментально мы еще не способны так быстро перестроиться под новый формат. Мужчина идет на работу, возвращается домой к жене. Жена идет на работу, возвращается домой к мужу. Мы в постоянном контакте. Это переписка, это созвоны, это возможность встретиться в любой момент, знать, где кто находится. То есть нас очень много в информационном пространстве. И по факту мы даже не успеваем соскучиться друг по другу, не успеваем соприкоснуться со своими интересами и со своими ценностями. И вот когда мужчина и женщина в отношениях постоянно претендуют на личное пространство друг друга, это катастрофа. Вот я приведу разные примеры. Муж и жена. У жены нет никаких увлечений, она не развивается, у нее все по стандартной схеме. Дом, работа, дети. У мужа сценарий примерно такой же. Но иногда, раз в две недели, он уезжает на 2-3 дня со своими друзьями. Например, на рыбалку, либо на охоту. Пусть даже на один день с ночевкой. Либо он идет, например, играть с ребятами со своими в футбол. Либо они занимаются какими-то экстремальными видами спорта. Женщину это начинает раздражать. Потому что, первое, она оценивает свободу мужчины с позиции отсутствия свободы в своей жизни. Вот я ограничен в пространстве, значит, и он должен быть ограничен. Я не могу себе позволить чего-то сделать, значит, и он не может себе ничего позволить сделать. И по факту наступает момент, когда мы в отношениях добываем то самое свободное личное пространство через конфликты. Потому что, когда люди ругаются, они не сидят друг с другом, за ручки не держатся, хлопнули дверью, каждый по разным комнатам разошелся и занимается своими делами. Поэтому это очень классно, когда в паре оба партнера слышат друг друга. Мужчина говорит женщине, у меня есть увлечения, ценности, такие-то, такие-то. Безусловно, эти увлечения и ценности не должны быть похожи на увлечение маленького ребенка. Я хочу и все. Ножками топает и его даже не волнует, что там дома происходит. Никаких обязанностей, никакой ответственности. Жена все разгребает сама. Это, безусловно, уже незрелая позиция. То есть договоренности должны быть такими, чтобы не страдали партнеры. Жена говорит, ты знаешь, для меня важно, чтобы я там раз в неделю ходила, например, на встречу с подругами, либо на танцы, либо рисовать, либо на какие-то лекции, на выставки. И, естественно, мужчина идет на встречу, также дает возможность своей женщине побыть наедине с собой. Вот ваша задача в семейных отношениях провести такой очень простой анализ. Этот анализ помогает управлять отношениями. Как он выглядит, что нужно проанализировать. Смотрите, вот мы берем 100% времени, которое вы проживаете на этой земле. Ну, допустим, сутки, 24 часа. Попробуйте вычислить, как часто вы взаимодействуете со своим мужем, либо со своей женой в формате мужчина и женщина. Что значит в формате мужчина и женщина? Это значит, что вы заботитесь друг о друге, вместе там поужинали, пошли погуляли по парку, вместе сходили на какой-то спорт на тренировку, в кинотеатр. То есть это то время, которое принадлежит исключительно вам. Вычислите его. Если его крайне много, безусловно, нужно постараться привести все к балансу, для того, чтобы осталось время и на себя. Если его крайне мало, это нужно, естественно, тоже выводить на достаточно такой приемлемый уровень. Если у вас есть дети, посмотрите, какое количество времени вы проводите друг с другом, как мама и папа. Я могу сказать, что большая часть семейных пар, у которых есть дети, после появления ребенка утрачивают взаимосвязь, как мужчина и женщина, а в большей степени формируют взаимосвязь мама-папа. Муж пришел домой с работы, все разговоры о детях, переписка о детях, фотографии о детях. Мы покакали, мы пописали. Хотя мне вчера жена прислала горшок вот с такой какашкой Давида. Я очень порадовался, потому что ребенку 10 месяцев, а он уже на горшок там заползает. Представляете? Но делает это не на протяжении всего дня. Вот он как-то просто садится на этот горшок утром и хизанет туда. Ну и она просто присылает мне и говорит, слушай, мне так страшно, он такой маленький, у него какашки, говорит, ну огромные какие-то, он не порвет себе ничего. Но когда это раз там в месяц, либо в полгода, это еще хорошо. А когда этот постоянный контакт устанавливается вот через формат мы с тобой родители, особенно когда еще муж приходит домой, жена говорит, кричит детям, папа пришел, папа пришел, да не папа пришел, муж пришел, мой любимый, родной, обняла, поцеловала, пока дети там отвернулись, прихватила его за яичко, там я не знаю, как там поживает твой младший друг, поцеловала его. Это должно быть все в балансе. Поэтому вычисляем. Если вы определяете, что вы большую часть времени контактируете как родители, постарайтесь, конечно же, тоже все это привести в норму. Здесь мы не будем, конечно, я не буду вам говорить про процентное соотношение, сколько вы должны быть как родители, сколько как, значит, муж и жена. Это вы уже сами для себя решите. Ну и, конечно, также очень важная задача, это определить, какое количество времени в моей жизни я посвящаю себе, своему развитию, своим увлечениям, хобби каким-то. Может быть, каким-то, знаете, таким смежным сферам жизни с тем же карьерным ростом. Ну, например, да, вот я там пишу, сижу книгу. Я прекрасно понимаю, что мне в день на это нужно два часа времени. А учитывая мою загрузку, естественно, я себе этого позволить не могу только, а могу позволить только в одном случае. Если я задерживаюсь после своего рабочего дня еще на два часа в офисе, сажусь и пишу книгу. И так как я понимаю, что для меня это важно, я поджимаю сроки, нужно сдавать уже материал в издательство, это понимает моя жена, она, естественно, на это нормально абсолютно реагирует. То есть здесь важно договариваться. Если вы не договоритесь, ничего хорошего из этого не получится. Четвертый очень важный момент, на который я также хотел обратить внимание, это, конечно же, действие в командном формате. То есть семья – это самая настоящая команда. Вот если мы посмотрим на футбольное поле, там есть вратарь, там есть защита, там есть полузащитники, там есть нападающие. И при этом у каждого из них есть свои определенные функции и задачи. Но бывают форс-мажорные обстоятельства даже в игре, когда, например, тот же вратарь может выбежать к центру поля для того, чтобы подать мяч в штрафную зону противника. Или, например, когда споткнувшийся защитник не может вовремя вскочить и побежать защищать свою территорию, а рядом находится нападающий, он бежит, делает это вместо него. То есть есть определенная поддержка. В семье это то же самое. То есть мы не должны смотреть на то, как наш партнер не справляется с какими-то задачами, даже понимая, что это его обязанности и функции. Вот женщина зашивается домашними делами, к вам должны прийти гости. А там ребенок ударился, еще что-то произошло. Я не знаю, там утюгом пришмалила себе ляжку, ножку я имею в виду, упал он как-то у нее, неважно. А он сидит, знаете, типа я всю свою работу выполнил. Карниз прибил, в мусор выбросил, в магазин сходил. Но если мы видим, что подобная сложность возникает, ну встань, помоги, сделай эту работу вместе со своей женщиной, либо вместе со своим мужчиной. Еще очень важные моменты, касаемые командной игры, я часто замечал, например, как в обществе, когда сидит семейная пара, там другие люди сидят, и допустим, жена начинает рассказывать какую-то историю. И возможно она нам что-то приукрасила, может быть, где-то даже что-то допридумала, а может быть, запуталась в каких-то фактах. И муж в присутствии других людей начинает говорить своей жене, типа, что ты фигню говоришь, такого не было. Ну что ты придумываешь, все не так. Безусловно, это не очень хорошее действие, потому что первое, создает между вами конфликт. Это раз. С целью не упасть в грязь, партнер будет отстаивать свою позицию, где-то даже может перейти на повышенные тона. Это рано или поздно может закончиться тем, что вы просто-напросто будете ругаться, гавкать друг на друга, как собаки. Поэтому тут лучше промолчать. Сел возле жены, по спинке погладил ее, бить ее в бок точно не надо. Погладил ее по спинке, она закончила. Ну скажи ты ей вежливую культуру, ну вот ты фантазерка у меня. То же самое бывает и со стороны женщины. Муж что-нибудь рассказывает. Ой, ну ты как обычно, короче, все придумал, такого не было. Для мужчины это вообще пи***ц, понимаете? Когда он рассказывает какую-то историю, а жена рядом сидит и дает всем понять, что он пи***л. Но даже если это так, даже если он решил там повыпендриваться, если он порешил там перед друзьями своими как-то показаться более крутым, зачем это делать? Это твой мужчина, это твоя женщина, вы команда. В этой команде вы не можете показывать слабых каких-то участков. Потом в отношениях один на один вы можете, конечно, разобраться с этим, поговорить, обсудить. Но опять же таки, не придавайте этому какой-то значимости большой. Все должно быть основано на любви и, конечно же, уважении. Следующий очень важный момент, это, конечно же, понимание того, что мы абсолютно разные. Вот мужчина и женщина, это, в принципе, два разных создания. Несмотря на то, что мы стыкуемся очень часто вместе и стыковка происходит достаточно приятно, но когда эта разстыковка происходит, вы должны понимать, что мы разные. Мы и в сексе разные, и в мыслительных процессах разные, и эмоционально мы по-разному проявляемся. И рассчитывать на то, что партнер станет всецело вливаться в понимание моего жизни, то, как я это вижу, как я чувствую, это абсолютно бесполезная история. Либо, наоборот, когда женщина ждет, что мужчина поймет, наконец-таки, сложность ее женской природы до такой степени, что будет даже лучше знать свою женщину, чем она себя знает. Это не рабочие программы. Наша разница между друг другом, она, в принципе, является достаточно классной возможностью, наоборот, выстроить крепкие отношения, узнавать друг друга, интересоваться друг другом. Чаще всего мужчина и женщина проходят такой, знаете, вот этап влюбленности, когда начинается, на этапе влюбленности вообще никто об этом не задумывается. Там начинают звучать такие фразы, у меня есть ощущение, что мы с тобой тысячу лет знакомы, ну, конечно, когда вы опьянены гормонами влюбленности, и он там весь в женщине, и она вся в нем. И только лишь в тот момент, когда период влюбленности заканчивается, и вы выходите на следующий этап, на этап пресыщения, привычки, адаптации, вы начинаете замечать, что мы разные. И для многих людей это становится поводом и основанием поставить точку в отношениях. Наоборот, как только вы понимаете, что вы разные, нужно выстраивать качественную, зрелую коммуникацию. Вот у меня, например, на программе «Удобно или уникально» есть очень классный вебинар. Он называется «Сохранять отношения, либо расставаться». Где мы с вами разбираем этапы формирования отношений мужчины и женщины, смотрим, по каким признакам можно действительно определить, что отношения умерли, и нужно поставить точку. Либо у отношений действительно есть возможность развиваться дальше. И партнеры становятся счастливыми, находятся в гармоничных отношениях, возвращается страсть, эмоции, сексуальные отношения выходят на более качественный уровень. И за 6 лет существования программы «Удобно или уникально» я могу сказать, что где-то 50 на 50. Что такое 50 на 50? Это решения, которые были приняты участницами данного вебинара. Вот приходит женщина, ну, допустим, из 100 тысяч женщин, которые пришли на вебинар сохранять отношения, либо расставаться, 50% принимает решение уйти, потому что они понимают, что отношения умерли, существуют только номинально. А 50% наоборот идут в развитие отношений, потому что думали, что им конец, а по факту это естественные процессы, которыми просто эта пара не умела управлять из-за непонимания того, как устроена семейная психология. Поэтому, если у вас вдруг есть такие сомнения, вам кажется, что отношения нужно закончить, что отношения умерли, либо вы сомневаетесь в том, что они умерли, вот находитесь в подвешенном состоянии, этот вебинар обязательно расставит все точки над «и». То есть он покажет вам, что необходимо сделать для того, чтобы эти отношения реанимировать, либо наоборот, действительно, их нужно уже оставить. Кроме этого вебинара, конечно, я рекомендую просмотреть и 4 вебинара, которые идут до него, потому что мы там говорим и про границы личного пространства, часто такое бывает, например, когда границы личного пространства стерты в отношениях между партнерами, и по этой причине вы начинаете задумываться, что надо ставить в отношениях точку. Либо, как я уже говорил, вдруг у кого-то из вас такая незрелая часть психики доминирующая, и из-за этого отношения могут рушиться. В общем, этот вебинар может сделать вас счастливой стопроцентно, потому что, если вы не с тем мужчиной, вы будете счастливы с другим. Если с тем, вы, конечно, обязательно реанимируете отношения вместе. Под этим видео есть ссылка, переходите по ней, регистрируйтесь, можно принимать участие из любой точки мира, главное, чтобы у вас был интернет, это может быть и компьютер, и ноутбук, и телефон, не имеет значения, чем вы пользуетесь, главное, чтобы вы могли сидеть, смотреть на мое бородатое лицо и внимательно слушать. Субтитры сделал DimaTorzok